Приветствую вас на канале StarLifeTV. В этом видео я расскажу об искусственном интеллекте, митовселенных и жутких предсказаниях в реверсе в новом клипе Ольги Бузовой «Позови». Перед началом видео напоминаю о возможности заказать платный разбор интересующего вас клипа, фильма или другого контента. Все подробности в закрепленном комментарии под этим роликом. 2 октября 2023 года состоялась премьера клипа Ольги Бузовой на песню «Позови». Это очередное музыкальное видео, снятое в рамках проекта Михаила Гуцериева «Вселенная GM». Ролик прочно обосновался на верхних позициях музыкальных трендов Ютуба, набрав к настоящему времени более 700 тысяч просмотров. Новое творение Бузовой преподносится как романтическая история. По факту же в клипе иллюминаты открыто заявляют о своих ближайших планах. Кроме того, песня содержит довольно жуткое послание в реверсе и большое количество известной символики. Клип Ольги Бузовой на песню «Позови» стал продолжением музыкального сериала «Вселенная GM». Впервые в рамках него выходят сразу два ролика от одного и того же исполнителя. Премьера первой части клипа на песню «Верни» состоялась еще 27 апреля 2023 года. В нем с помощью волшебного кольца, исполняющего желание, Бузова перемещается в 90-е. Там она знакомится с парнем и влюбляется в него. Вот только при попытке забрать молодого человека с собой в будущее, его убивают. Ольга же приходит в себя в машине и плачет от бессилия. Главный вопрос, который остался открытым после просмотра первой части клипа – каким образом Бузова попала в прошлое? Очевидно, что с помощью кольца, символизирующего сделку с дьяволом, сознание певицы переместилось в другую реальность. Спровоцировало это и потеря сознания. То есть, пока в нашем мире Ольга была без чувств, в альтернативной вселенной она проживала полноценную жизнь. Клип на песню «Позови» начинается с того, что Бузова показывает состоящую у окна. Помещение, в котором находится исполнительница, довольно мрачное. В комнате выключен свет, а на столе стоят четыре свечи. Рядом с Бузовой находится некая женщина, которая присутствовала и в первой части видео. Судя по всему, она играет роль продюсера артистки. Женщина просматривает фрагмент новостей. Из него становится понятно, что с момента аварии артистки прошла уже неделя. На протяжении этого периода Ольга не выходила из дома и никак не комментировала случившееся. Далее в клипе звучит довольно символичный монолог. Женщина вручает Бузовый черный конверт с аббревиатурой GM, сопровождая это следующими словами. Мне было очень сложно его достать. Завтра пройдет научная конференция, закрытая, только для своих. Становится понятно, что внутри конверта находится приглашение на некое мероприятие, доступ на которое открыт только участникам тайного общества. Сама аббревиатура GM по официальной версии, соответствующей инициалам Михаила Гуцереева, на самом деле может символизировать совершенно другое. Буква G располагается внутри масонского циркуля и наугольника и обозначает великого архитектора Вселенной. Буква M, в свою очередь, является сокращением от слова масон. Далее женщина вкратце рассказывает Бузовой о том, что будет обсуждаться на закрытой встрече. Там будут презентовать новую технологию, что-то с нейронами мозга, с нейросетью. Изначально кажется, что все это никак не связано с тем, что пережила певица. Однако вскоре станет понятно, что все совсем не так. Пока же женщина озвучивает свою версию случившегося с Ольгой. Но мне кажется, что это был сон. Ты так долго была без сознания. Данный момент также очень символичен. Все переживания Бузовой, которые она испытала, попав в прошлое, были максимально реальными. Собственно, точно так же бывает и в снах. Ведь человек понимает, что все было не по-настоящему лишь после пробуждения. Таким образом, в клипе намекается на то, что сны представляют собой иные реальности, что, в свою очередь, говорит о том, что весь наш мир является проекцией подсознания. На следующих секундах клипа камера делает акцент на лестнице, символизирующей ступени масонства. После этого Ольга показывается сидящей под душем. В этот момент она вспоминает свое путешествие в 90-е, и парня, в которого она влюбилась. Артистка бьется в истерике и страдает, не в силах вернуться в ускользнувшую от нее реальность. Периодически на фоне певицы проявляются восьмиугольники. Они дают отсылку к древнему символу вавилонской богини Иштар, являющейся покровительницей плодородия и плотской любви. Иштар отождествляли с планетой Венера, которая, в свою очередь, является персонификацией Люцифера. Далее в клипе Бузова облачается в черной платье, собираясь на закрытую конференцию. По винтовой лестнице она спускается в зал. Здесь повсюду можно увидеть логотип GM, что указывает на то, что действие происходит в масонской ложе. Сидящие за столиком люди производят впечатление очень влиятельных особ. Также можно обратить внимание на дресс-код присутствующих. Все они одеты в темных тонах. Взяв бокал с шампанским, Ольга встает перед сценой. В этот момент она смотрит на кольцо на своем пальце с аббревиатурой GM. Именно с помощью него в предыдущем клипе ей удается попасть в прошлое. В описании к видео говорится о том, что кольцо исполняет желание, но за это приходится платить. Таким образом оно олицетворяет сделку с дьяволом. Далее в клипе происходит самый символичный момент. Сначала показывается ведущий, который стоит на фоне узора, напоминающего глаз, с исходящей от него во все стороны лучезарной дельтой. По бокам можно увидеть шестиугольники, дающие отсылку к культу Сатурна, связанного с поклонением дьяволу. Кроме того, сетки шестиугольников соответствуют структуре графена, вещества, с помощью которого, по некоторым данным, представители мировых элит планируют изменить ДНК человека и поместить людей в метавселенную. Внутри шестиугольников находятся лучи света, образующие символ, напоминающий трискелеон. Этот оккультный символ издревле служил источником энергии для шаманов, проводящих магические ритуалы. Вскоре на сцену выходит мужчина, представленный ведущим как главный идеолог и меценат клуба. Им оказывается тот самый парень, с которым Бузова познакомилась в 90-х. Если в первом клипе он был милым и настоящим, то сейчас Станислав кажется абсолютно бездушным. Обращаясь с приветственной фразой к собравшимся, он говорит следующее. Таким образом, в клипе масоны открыто озвучивают свои планы относительно человечества. Следом Станислав начинает рассказывать о сути разработок, которыми занимается их компания. Как оказалось, заключаются они в создании виртуальной реальности, практически неотличимы от обычной жизни. Далее мужчина в красках описывает свое путешествие в 90-е, знакомство с Бузовой и даже смерть в виртуальном мире. Идеолог не уточняет, действительно ли он осознавал себя парнем из 90-х, полностью забыв свою предыдущую жизнь, либо же он лишь играл, вжившись в роль персонажа. Однако, исходя из сюжета предыдущего клипа, более вероятным кажется первый вариант. С одной стороны, все это может информировать о ближайших планах элит, которые с помощью искусственного интеллекта собираются создать виртуальную метавселенную и погрузить в нее сознание людей. С другой стороны, данный момент клипа подводит к мысли о том, что мир, в котором мы сейчас живем, уже является метавселенной, а значит, все вокруг нереально. Поняв, что она стала всего лишь жертвой эксперимента, Бузова разбивает бокал и уходит прочь. Станислав следует за ней. Словно призрак с каменным лицом, он идет за певицей по узким коридорам. В итоге Ольга забегает на кухню, оформленную в китайском стиле. Увидев главного идеолога тайного клуба, повара спешно покидают помещение. Бузова же начинает закидывать Станислава продуктами. Этот момент клипа может символично намекать на продовольственный кризис в Китае. Когда спустя несколько секунд Станислав прижимает Ольгу к холодильнику, камера делает акцент на цифрах 4-4-14. Они могут означать 14 апреля 2024 года. Не исключено, что именно в эту дату начнутся негативные события, связанные с Китаем. После драки главных героев в клипе следует постельная сцена, переполненная развратом и пошлостью. В финале же Станислав говорит Бузовой о том, что не знает, кто и как подключил ее к виртуальной реальности. Я даже не представляю, кто тебя мог подключить. С учетом того, что мужчина является одним из главных ее разработчиков, этот момент показывает всю опасность искусственного интеллекта и технологии виртуальной реальности. Получается, что человека легко можно подключить к системе без его личного согласия и даже без ведома людей, ее создавших. С учетом этого сценарий, показанный в фильме «Матрица» совсем не кажется фантастикой. Помимо всего прочего, на протяжении клипа постоянно мелькали моменты с обратной перемоткой пленки. Это является намеком на наличие в реверсе песни зашифрованного послания. При прослушивании песни Ольги Бузовой, позовив обратную сторону, нам удалось разобрать следующее. Для удобства музыка отделена от слов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok на ближайшее будущее. Кроме того, в обратной перемотке идет речь о продаже души дьяволу и последствиях такого выбора. В целом клип Ольги Бузовой на песню «Позови» под видом фантастической истории раскрывает темную сторону нашей реальности. В нем показано собрание тайного общества, на котором озвучиваются основные планы его участников. В ролике говорится о существовании метавселенной и намерении погрузить в нее сознание всех жителей нашей планеты. Кроме того, музыкальное видео может программировать и на другие негативные события ближайшего будущего. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал! Ставьте лайки!